СОЦИАЛЬНАЯ СЛУЖБА ОСУЧИСТЛЯЕТ ВАЖНЕЙШУСЬ ГОСТУДАРСТВЕННЫХ ЗАДАЧ. На плечи сотрудников ложится забота о гражданах, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Такая ситуация может быть разной и по-разному заботить каждого отдельно взятого гражданина. Сюда относятся оформление и выплаты всевозможных пособий и компенсации, таких как пенсионные выплаты, пособия по безработице, выплаты по беременности и родам, инвалидности, оказания поддержки единоким людям с ограниченными возможностями. Центр социальной помощи осуществляет свою работу начиная с 1997 года. Социальные работники посещают наших опекаемых два раза в неделю. Это оплата коммунальных услуг, уборка квартир один раз в 10 дней, вынос мусора, покупка продуктов и медикаментов. Мы обслуживаем одиноких престарелых граждан и лица инвалидности первой и второй группы, не имеющих данных на сегодняшнем пункте детей и внуков, а также супругов, трудоспособного возраста. За Октябрьским центром социальной помощи закреплено около тысячи опекаемых. Это как одинокие пенсионеры, так и дети-инвалиды. О них заботятся 116 сотрудников центра. Рабочий день государственного опекуна начинается в 9 утра и заканчивается в 6 вечера с перерывом на обед. И так 5 раз в неделю. В центре социальной помощи зарплата у сотрудников начинается 140 тысяч тенге. Ну, трудности при приеме на работу в самом начале – это адаптация, это найти взаимопонимание с нашими опекаемыми, потому что это люди преклонного возраста, это лица с инвалидностью. В семье, где воспитываются дети с инвалидностью, нужно найти общий контакт с опекаемыми, найти контакт с родителями, со всеми членами семьи. К сфере органов социальной защиты относятся и забота о детях, оставшихся по той или иной причине без попечения родителей, сиротах, контроль над опекой, обследование жилищно-бытовых условий несовершеннолетних, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, помощь семьям, потерявшим основного кормильца. Социальная защита – это и оказание помощи в поиске работы и поддержка в период этого поиска. При горсобесе у нас есть три подведки, то есть это КГУ – центр социальной помощи, где наши соцработники обслуживают одиноких престарелых, их более 800 человек. Кроме того, наши же специалисты обслуживают детей с инвалидностью на домах, их у нас сейчас 221 ребенок. Кроме того, есть у нас коммунальное государственное учреждение, центр для жертв родового насилия. Кроме того, значит, у нас еще есть центр для адаптации и ресоциализации для лиц без определенного места жительства. За социальное благополучие уязвимых слоев населения отвечает в департаменте комитета труда и в государственном фоне социального страхования. Успешному выполнению их задач пособствует введение единых информационных электронных систем и баз данных. Обновляется инфраструктура учреждений, задействованных системе социальной защиты. Модернизируются лечебные заведения, закупается новое медицинское оборудование, развивается электронная система государственных услуг. Все это облегчает задачу социальных работников. Влад Рогушов, программа Факт.